приехали мы на первое место называется она белые скалы там вот возле моря выходы известняка остановка буквально на пять минут немножко там размяться долго сделать нечего но фотки получается довольно красиво приехали на заброшенную станцию цирка или как-то так в общем она называется не могу никак выговорить это слово очень повезло с погодой очень солнечно очень красиво сейчас туда пойдем двери чугунные тяжеленные просто невероятно понятно почему они еще здесь куда их девать такие но зато красивые удивительно что фонари вроде бы все старые ржавые и уже давно не живые но стоят свежие лампочки и теоретически наверно даже работают интересным здесь было бы побывать в темноте посмотрите-ка чистая прозрачная вода остановились на небольшой пикничок под мостом через речку гуниста а 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 Приехали в заброшенный терминал аэропорта города Сауку. Аэропорт этот не используется со времен войны, 92-93 годов. И есть такой терминал, где сохранилось очень много интересных артефактов. Сейчас все покажу. Даже багажные ленты почти целые, ведь прошло уже 30 лет и стекла есть удивительно. Новый терминал полностью заброшен. Старый терминал, его в 2012 году отреставрировали. Хотели перезапустить, но так ничего не произошло. На стоянке стоят несколько военных самолетов, или 39, и пара вертолетов Ми-8. Ну и личный борт Эдуарда Шеварнадзе, который не успел улететь. Ну а там вот есть еще 154, остался в кустах на личной стоянке. Во время войны аэропорт был полностью практически заминирован. А после того, как все закончилось, местные жители начали потихоньку осваивать эту территорию. И известно о четырех погибших, которые подорвались, собственно, на минах. Ну а потом вроде бы все разминировали. Гражданские рейсы здесь практически не летают. Ну там порядка, по-моему, двух вылетов в месяц. Это делает кукурузник в какое-то там высокогорное село. Но в новостях не так давно проскочила информация, что к 2024 году здесь хотят запустить международные рейсы и полностью отреставрировать этот аэропорт. Сильно сомневаюсь, но такая информация есть. Вообще для меня остается загадкой, почему в Абхазии никто не занимается каким-то таким вандализмом. Ну реально у нас в России все бы уже за 2-3 года в щепки бы разнесли и ничего бы не осталось. Здесь, ну блин, 20-30 лет стоит и ничего с этим не происходит. Как так? Я не понимаю, как это работает. Сейчас зайдем посмотрим еще багажный терминал. Вроде бы там тоже есть что-то интересное. Даже плитка-плитка сохранилась. Как это так? Но внутри ничего на самом деле интересного нет. Нашли у старого терминала очень такие вот интересные кактусы. Колючие-колючие, но красивые. Удивительно, что даже фонтан какой-то маломальский работает. Нашли вот такой пляж на берегу, недалеко от Сухума, где есть качели в море. Вообще, вот идешь так по пляжу и нет никакого ощущения, что на дворе сегодня 3 января. Января. Тут вот люди только что купались. Какая-то прям невероятная зима. Вот такой вот интересный утюжок прямо на берегу моря. Вообще, это санаторий Дольятти от завода АвтоВАЗ. В советское время был построен и даже недолгое время функционировал. Но потом, как и везде, в Абхазии война и санаторий оказался заброшенный. Когда готовился к этой поездке, нашел отзывы людей, которые здесь отдыхали еще в 90-м году. И по их отзывам было очень классное место. Очень вкусно кормили. У каждого номера был душ, туалет и собственный балкон на море. С видом на море. В общем, кайф. Дальше-то все. Приехали в конечную точку нашего маршрута. Это горячие источники Кындык. Причем приехали мы во вторые, куда обычно ездят только местные по отзывам. Но сегодня тут прям какой-то аншлаг, ажиотаж. Все-таки новогодние праздники сказываются. Вода прям кайф. В общем, тут история какая. Четыре бассейна. И в каждом бассейне разная температура воды. Но везде она плюс-минус одинаковая по составу. Вход стоит 300 рублей. Время не ограничено практически. Можно купаться хоть целый день. Инфраструктура, ну, такая себе. Туалет не закрывается. Есть какие-то там магазины, переодевалки на улице. Но, в принципе, если на улице плюс 15, можно легко переодеваться. Никаких проблем в этом нет. Как-то так. Залезли в самые-самые горячие. Как тебя? А еще есть вот такой интересный гидромассаж. Ложишься на этот топчан и лежишь. Ну, и грязь, которую можно здесь обмазываться. Субтитры сделал DimaTorzok. В общем, покупались. Водичка прям кайф. Такое расслабление. Но существенный минус это то, что нет душевых. И все-таки хочется как-то ополоснуться перед дорогой обратно. Но и кроме того, нашли на себе много всякой кины. Как-то, в общем, вот так. Сейчас зима и темнеет довольно-таки быстро. Мы не успели посетить несколько мест запланированных. Но ничего страшного. Пойдем в следующий раз. А сейчас приехали в Сухум, поесть вкусные еды. Пришли за этим на набережную. Подписывайтесь на наш канал.